Закон и порядок. Так называется спартакяда, которая проводилась Министерством по делам молодежи и спорта и Центром временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Спортивные игры проводились с целью привлечь к занятиям физическими упражнениями, предупредить о совершении повторных общественно опасных деяний и пропаганда здорового образа жизни. Само мероприятие проводилось в рамках государственной программы Республики ТВ по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Сейчас только начинается, сейчас посмотрим, как они себя проявляют. Мне всегда с интересом участвовать. В этом году я тут посмотрел, очень маленькие ребята пришли, к сожалению, наверное, потому что уже с таких малых лет они попали. В командных играх в этом году, как и в прошлом, участвовали 42 человека, всего 7 команд. Это учащиеся Козырского района, две команды из школ ПГТ «Кахем», КЦ «Оняк», третья и четвертая школа и ребята из Центра временного содержания. Среди участников есть ребята, которые участвуют не первый год и имеющие определенный спортивный опыт в этих играх. Все виды соревнований. Особенно хорошо, что выбрали такой именно зал, где мат. В общем, способствует, как сказать, развитию спорта, чтобы те, кто состоят на учете, могли задуматься о жизни и может заняться каким-нибудь спортом, вида спорта. Лучше вот такие соревнования, побольше бы таких соревнований. Очень отрадно отметить, что в течение трех лет именно повторные правонарушения, то есть дети, которые повторно помещаются в наш центр, это снижается за 4 месяца. У нас снижение составило на 20%, а прошлый, 15-й год, на 39%. Значит, детям эта спорта-океада нравится. Дети уже выводы, итоги для себя делают, что надо дружить с законом, а не переступать этот закон. Программы соревнований были включены. Прыжок в длину с места в две попытки с каждого члена команды, 5 бросков мяча в баскетбольную корзину с линии штрафного броска, игра в дартс по наибольшей сумме очков, игра в шашки по круговой системе, подтягивание на турнике, комбинированная эстафета и притягивание каната среди всех участников команды. Мне здесь нравится, потому что я очень люблю урок физкультуры и занимаюсь спортом и очень люблю играть в львов. В 8 часов у нас встаем, 22 часа отбой у нас. В течение дня у них 5-разовое питание, в течение дня занимаемся с детьми, проводим профилактические беседы на правовую тематику, ходим на прогулки, творчеством занимаемся. В результате двухчасовых соревнований третье место заняла команда «Факел» первой школы ПГТ «Кахем», второе место за командой «Чебурашки» учащихся школы номер 2 ПГТ «Кахем», а на первое место по очкам вышла команда «Светлячок» республиканской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они в награду получили переходящий кубок и сотовые телефоны, остальные призеры стали обладателями дипломов, медалей и переносных карт памяти. И организаторы, и участники понимают, что в каждом ребенке скрытый талант и возможности. Главное – раскрыть их в нужное время, тем самым заслонив негативное влияние улицы и обеспечить им счастливое детство. РС Мангуш, Буяна Юн, телекомпания «Новый век».